Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психофарма ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашему девизу, а уже в хаплаке у мёртвых разбива молнии, благодаря нашему гуру-учителю психофармачу, мы сегодня предлагаем вам очень простой тест. Депрессия у вас или тревога? Сами сможете разобраться, не надо обращаться к психиатрам. Давайте мы будем излагать, ну как всегда, вы знаете, мы люди научные, сначала мы излагаем некую научную базу, а уже потом переходим, собственно говоря, к тесту. А первое, почему мы считаем, что это очень и очень важно? Не все так думают, кстати, что надо тревогу отдалять от депрессии. Мы так считаем, что есть тревога и есть депрессия. Но если мы заглянем в международную классификацию болезней 10-го пересмотра, который ещё у нас действует, то там есть аффективные расстройства, то есть депрессия, рекуррентная депрессия или депрессивная болезнь, а есть невротические, ну иначе говоря, тревожные, связанные со стрессом расстройства. Это расстройства тревожные. Есть, конечно, некие смешанные категории, есть так называемое смешанное тревожное депрессивное расстройство. Но вот это расстройство должно ставиться так, да, посмотрите, кстати, у нас есть плейлист под названием «Тревога или депрессия». Вот это расстройство должно ставиться теми врачами, которые не могут разобраться. Ну, кто это, например? Врачи общей практики, терапевты. Вот видят человека, они не понимают депрессию или неврологи, депрессия у него или тревога. Надо посылать психиатру для того, чтобы разбираться. Вот они могут поставить такой смешанный диагноз. Но надо вам сказать, что, конечно же, наши психиатры, они в этом отношении очень молодцы, они всё это дело переколпачили. Ну, потому что, если вы должны отделять депрессию от тревоги, вы должны дифференцировать, то на это нужно тратить определённые мозговые усилия. А мозговые усилия на это тратить ведь не хочется, когда очень легко поставить вот это смешанное тревожно-депрессивное расстройство. И диагноз сразу ясен. Не нужно ничего друг от друга дифференцировать. Надо вам сказать, что вот эта идея о том, что тревога и депрессия, суть, могут смешиваться у одного человека, в общем-то, как ни странно, проникла и в следующую классификацию болезни 11-го пересмотра, которой у нас ещё нет, потому что там что-то связанное с гомосексуализмом не то. На мой взгляд, там не то ни с гомосексуализмом, а там не то со смешанными расстройствами тревожно-депрессивными. Вот что там сделали? Вот если там вот это смешанное тревожно-депрессивное расстройство МКБ-10, оно было всё-таки в тревожных расстройствах, то здесь его взяли и перевели в депрессивное, в аффективное расстройство. То есть аффективное расстройство, их все смешали, есть и смешанное тревожно-депрессивное. Но пошли дальше этого. Мало того, что есть смешанное тревожно-депрессивное, депрессивно-тревожное расстройство, Но может у человека при плохом настроении, при обычной депрессии быть тоже тревога. Вот кто это может понять? То есть, если у вас обычное настроение, тоже может быть тревога, и у вас может быть смешанное тревожно-депрессивное расстройство. Ну, понятно, что это сделано было в угоду тем людям, которые не хотят ничего делить. Тревогу от депрессии. Это всё очень-очень просто. А почему это так важно? Кажется, ну что такого? Ну, взяли тревога, депрессия, говорят там, бог весть что, о непонятном. Нам-то это дело зачем? Вот зачем. Смотрите, депрессия, согласно всем современным исследованиям, это падение активности в основном трёх типов нейронов. Теротониновых, норадреналиновых и дофаминовых. Отсюда нарушение настроения, вот симптомы нарушения настроения, которые возникают. Тоска, подавленность, бездравство, безнадёжность, утрат, интерес, удовольствие, грусть, хандра, отвращение, раздражение, недовольство, отчаяние, идея, виновность, самоуничижение. Хочу только подчеркнуть. Отвращение, раздражение не к другим людям, а к самому себе. А то многие раздражительные люди думают, что у них депрессия. Это не так. Вот что такое депрессия. А вот что такое тревога. Тревога – это многоголовая гидра и совершенно другие нейроны, затронутые совершенно по-другому. Обратите внимание, тело гидры – падение активности двух тормозящих систем – серотониновый и гаммкаргический. А вот головы поднимают самые разные системы нейронов – норадреналиновый, гистаминовый, астилхолиновый, дофаминовый, глутаматный. И, кстати, много других, про которые мы даже вам ещё и не говорили, но говорить, наверное, скоро начнём в плане вашего обучения тому, как работает головной мозг. Так что получается, что депрессия – это одна картина патологии нейронов, там только снижение, а здесь у нас и снижение, и повышение активности. Отсюда совершенно разный подход к лечению. Потому что вот эту самую гидру легко уничтожить при помощи препаратов, которые повышают активность серотониновых нейронов. Видите, мы восстанавливаем контроль тормозящей серотониновой системы над этими головами, и, собственно говоря, всё проходит. Для этого приспособлены препараты, которые называются селективный ингибитор обратного захвата серотониновых. Целых шесть препаратов. Ну, и они действительно эффективны и с хорошей переносимостью. Ну, потому что действуют всего на один тип нейронов. А вот депрессии нужно лечить совершенно другими препаратами. Препаратами, которые повышают активность и серотониновых, и норадреналиновых, и дофаминовых нейронов. А таких препаратов у нас не так много. Они называются ингибиторами обратного захвата серотонина и норадреналина. И некоторые плюс Д, потому что повышают ещё активность дофаминовых нейронов. Хотя и не так сильно. Отсюда маленькая буковка. Теперь давайте переходим, собственно говоря, непосредственно к тесту. Итак, как же вам понять, а что вам нужно назначить? То есть у вас тревога или у вас депрессия? Вам нужны одни препараты или другие препараты? Ответ на самом деле очень и очень простой. Пейте кофе. Потому что в кофе, это статья про механизм действия, содержится кофеин. Вот этот кофеин, он может повышать активность норадреналиновых, дофаминовых, глутаматных и даже ацетилхолиновых нейронов. Теперь давайте посмотрим, как это может сказываться на депрессии. Ну, помните, да, трёхглавый дракон, серотониновые, норадреналиновые, дофаминовые нейроны падают. Из перечисленных мной нейронов, серотониновых, норадреналиновых, дофаминовых, глутаматных и ацетилхолиновых, норадреналиновые и дофаминовые кофеин точно активизируют. Это означает, что если вы, собственно говоря, будете принимать кофе при депрессии, то что, собственно говоря, будет? Будет ли антидепрессивный эффект? Нет, антидепрессивного эффекта не будет. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что этот эффект очень слабый. Отсюда маленькие буковки. Люди говорят, что кофе является антидепрессантом. Это не так. Действие осуществляется через так называемые рецепторы. Вот есть аденозин, который является аденозиновым рецептором. Они тормозящие. И они работают вместе, например, с дофаминовыми рецепторами. Что происходит, когда мы вводим кофеин? Кофеин имитирует этот самый аденозин. Аденозин не присоединяется к рецепторам. А кофеин присоединяется. И торможения не происходит. Дофаминовые рецепторы работают активнее. Равно как и норадреналиновые. Ну и, скажем, ацетилхолиновые и тому подобное. В данном случае нас интересуют дофаминовые и норадреналиновые. Это довольно сложный механизм действия, который предусматривает взаимное действие разных типов нейронов, разных рецепторов. Что обычно у современных клинических фармакологов порождает в голове вот такие вот схемы, которые рисует профессор Штефан Сталь, которые очень-очень сложные. Именно поэтому мы считаем, да и не только мы, а вы, наши зрители, тоже так считаете. Мы проверили это, опросив вас, что это неэффективные препараты, которые обладают вот этим рецепторным механизмом действия. Здесь у нас вортиоксетин, брентерикс, трозодон, мертозапин, агамелатин. Соответственно, если вы будете пить кофе при депрессии, то кофе у вас не пройдет, но хуже вам от кофе точно не будет. А теперь давайте посмотрим, что будет, если вы будете пить кофе при тревоге. Помните, кофе повышает активность норадреналиновых, дофаминовых, глутаматных и ацетилхолиновых нейронов. Слабо оно повышает. Итак, смотрим на эту гидру. Мы с вами разгоняем сразу 4 типа нейронов. И это на самом деле может очень и очень сказаться на состоянии вашей тревоги. Эта тревога усилится. Кто-то скажет, я не хочу пить кофе, потому что я не люблю кофе. Смотрите, кофеин содержится в самых разных напитках. Не обязательно пить кофе. Можно пить чай, можно пить, например, какой-нибудь энергетический напиток. И эффект будет точно таким же. Таким образом, у вас в руках есть абсолютно простой способ отделить тревогу от депрессии. Напейтесь кофе или напейтесь кофеина. Еще раз говорю, неважно в каком напитке этот кофеин содержится. Если вам станет хуже, то скорее всего речь идет о тревоге. Если у вас ничего не произойдет с вами, то скорее всего речь идет о депрессии. Как всегда, в конце я вас прошу подписка, лайк, комменты. Нам бы хотелось, чтобы вот этот простой тест или тест кофеина, кофеиновый тест, он бы разошелся по интернету. Потому что представляется очень важным, чтобы люди отделяли тревогу от депрессии. Я имею в виду все люди, врачи и больные, чтобы понимали, как это все нужно правильно лечить. Ну, и для этого, конечно, нужна ваша подписка, лайк и комменты. Отблагодарить хотите? Есть описание ролика реквизита счета. Ну, и помните о том, что мы приготовили для вас совершенно потрясающую экспресс-экспертизу вашего диагноза и лечения, которая позволит вам предисправить вас лечить или неправильно, тоже в описании этого ролика найдете. До новых встреч!